Снежинки – это иероглифы Бога. Это и еще множество философских высказываний можно найти в стихах одного из лидеров советского авангардного искусства, создателя русского поэтического сюрреализма и нашего земляка Геннадия Айги. Сегодня, 21 августа, ему исполнилось бы 80 лет. День рождения народного поэта республики отметили на его родной земле в деревне Шаймурзина Батревского района. Гостей в деревне Шаймурзина Батревского района по обыкновению встречают хлебом и солью. Желающих почтить память поэта оказалось немало. Да и вспомнить им есть что. В памяти родных и друзей только светлые моменты. И до сих пор живы стихи Геннадия Айги. В этом году был издан третий том собрания сочинений, который подготовили сестра поэта Ева Лисина и сотрудник Национального музея Надежда Сильвестрова. Я и все-все наше правительство посчитало справедливым, что если первые книжки, книги третьего тома будут переданы на малую родину поэта, а вот я ее держу в руках, поэтому в школьном музее, в центральной библиотеке эти книги появятся вот сегодня же в этот же день. Почтить память поэта автостопом приехал гость из Краснодарского края. Эдуард познакомился с Геннадием Николаевичем в 1989 году в Москве. Он мне запомнился как очень светлый человек и после знакомства я написал стихи под названием «Самым светлым», признается Эдуард. Я знаю ваших слов мне близких острова, застыли в предчувствии близких ночей, связующих все, что будет и есть в ближайшем здесь. А я, мальчик, прикоснувшийся к их таинству, недалеко ушел. У меня в глубине глаз только слезы, подобные спелым плодам. Я больше похож на свое отражение в зеркале, чем на самого себя. Голосом бездомного пса, нелишенного человеческих слабостей, зову, взываю и потолком снова вижу лицо, озаренное самым светлым, что мне когда-либо снилось. В Чувашии весь нынешний год проходит под знаком Айги. Еще в феврале в национальной библиотеке отмечались дни его памяти. Сегодня творческий вечер прошел в Шаймурзинской общеобразовательной школе, а в центральной районе библиотеки в Батарево состоялась презентация электронного фотоархива Геннадия Айги на родной земле. Мероприятие продолжится в музеях, библиотеках и учебных заведениях республики. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.